Всем привет, с вами Квина, и мы, мне кажется, все больше и ближе подходим к развязке. Не знаю, что у нас будет в бои с Дэтлофом, Мордобой или еще какие-то приключения. Но мы, наконец-то, вывели Сианну из страны сказок, привели ее к встрече с Дэтлофом. И, похоже, сейчас настанет встреча и что-то будет. И еще успели в процессе сиксануться, новое слово, которое уродует все, что можно красиво сказать об эротических отношениях между мужчинами и женщинами. Ну, какие у них 5 отношений, так она его использовала тоже для развлечений и удовлетворения собственных женских потребностей. Так, ты нервничаешься, Сианна? Нервничаешь? Угу. Как столб. Я всегда нервничаю перед встречей со своими бывшими, особенно с вампирами. Не думаю, что он настроен шутить. Да я знаю. Честно? Да, я нервничаю. Вообще-то я хотела смыться. Я вроде как дала вам слово, что помогу. Только чего оно стоит? Ну, я должна ему эту встречу. Вот и все. Хотела смыться или не хотела смыться? Она не определилась. Внимание. Дедлов сейчас будет здесь. То есть она бы смылась, если бы не дала слово. Так, какой смысл думать о том, что ты сможешь, если ты все равно дала слово? Логика, где логика? Так, все подготовились. Натерли клинки антивампирскими зельями. Напряженно сдвинули брови. Сейчас появится главный негодяй и годяй. Человек, которого злостно использовала. Сиана. Он лично действительно сможет с ним нормально управиться. И он ее не раз мажжит об дерево. А он от себя бывшим ее не считал. Летит, летит. Черный плащ. Рен. Зиана. Зиана. Я должен тебя спросить. Ты всегда мне лгала. Но то, что нас связывало, это ложь? Все не так просто. Я... О, нет. Все просто. Ты или лгала мне, или нет. Я прощаю тебя. Но нам пора расстаться. Что? Но как? Ты ее убить хотел, козел. Раньше, позже. Но заплатит. Не стоило тебе вмешиваться, ведьмак. Блин. Все-таки нам надо было сейчас это... Ну, я не хочу их. Они этой занимались. Так, ладно, я не то хотела сделать. Господи. Рюкзак подготовится к бою. Натереться от этих... ...бампиров. Блин. Капец. Дедлаф у нас... Что там у нас про него говорят в бестиарии? Поможет. Я все-таки думал, что против вампир. Да. Черная крафт. Черная крафт нужно выпить. У нас должна быть черная крафт, правда? Так. И еще нужно... Не знаю, сохраниться я не хотела. Регис, пожалуйста, живи. Чувствую, что нам сейчас будет не поздоровиться. Ой, блин, я забыла распределить ячеечку. Сейчас дадут. Я хочу. Так, и... Подождите. Умение персонажа... У нас три очка умения. Отлично. Блин. Только получить девушку. Девушка. Оба. Вы не хотели этого. Полчи. Полчи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может я все-таки смогу распределить? Нет, три очка. Пипец, я бы лучше уворачивалась. Нет, это блин. Офигеть. Сиана, вот какого фига из-за тебя такая фигня происходит? На здоровье ни фига, нет. Ну! Офигеть. Офигеть. Сейчас меня убьют. Да. Я не знаю, что делать с этими птицами. Мне все-таки сейчас надо будет умудриться заряды. Красиво здесь. Здесь. Может у нас получится распределить эти штуки. Ленточка. Так, ладно. Может им медитнуть получится? Теоретически. Ну восстановитесь там что-то. Да. Отлично. Так. Карта мира. Работает? Где мы там с ней встречаемся? Руины. Это с... Это с хомутом. Так. Так. Возможно все-таки стоит... Давайте посмотрим на отравление. Далее под чудовищу. Кошанс. Скотического дополнения урона. Практического ударяем мощь армии. Мне нужна вероятность скотического урона. Ну вроде в нашем Бельхавинском кленом я не стою. Схит. Ладно. Вроде взяла все. Сохранить все можно. Да. Ура! Я хотел только получить девушку Вы обманули меня Оба Не хотели Молчи Я не знаю, как я буду мочить сейчас С этими летающими тварями Если не вижу богов, начинаем молиться Ну, блин Фак Вот что с ними делать Так, продолжаем Вы обманули меня Молчи Первый этап, в принципе, нормально проходим Если веришь в богов, начинаем молиться Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Ну, один раз и мы вроде от них ушли, да? Девушки Оба Вы обманули меня Оба Молчи Еще Да ну, блин Геральт став щит Почему я не могу пропустить это дело? Ну, понятно Если веришь в богов, начинаем молиться Субтитры добавил DimaTorzok 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 Потом нам нужно очистить кровь. Где-то белый мёд попробовать. Отлично, белый мёд. Бульк. Так, очистили. Теперь гром. Потом чёрную кровь. Нет. Идьма. Покажи, что умеет. Так, это, наверное, не весь Дэтлов, да? Так, ладно, где ещё? Где-то здесь? Вот справа. Давай. 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 Регис, ты как живёшь? А тут ещё склеится, как терминатор. Там новый ёкарный лобай. Я им занялся. Потому что, чтобы убить высшего вампира, нужен другой высший вампир. Я не могу быстрее. Мы б ойдё Army стилей. Мы его поближе. Регис Хотел побыть один Такой момент Когда ты убиваешь человека, который тебя спас Это, ну, ужасно Ну, что было делать Еще в такой ситуации Действительно очень трагическая сцена Ну, убийство Региса не сильно сложное У меня всего сколько? Три раза Четыре его убивало Блин, я забыла включить Где там Я забыла включить Тебе идет эта одежка О, я выгляжу как шут Кафтан пошит по всем правилам Портновского искусства Из лучших материалов Но чтобы это оценить Нужна хотя бы крупица вкуса Даже совершенное одеяние Не скрывает недостатки воспитания Да уж Не в моем обычае спорить о вкусах Это неинтересно и непродуктивно Присутствующий здесь ведьмак Органически не переносит официальных мероприятий А такое ему как раз предстоит Являя для него источник постоянной тревоги Очень касталисивый как там, кстати, лучше, чем все, что мы ранее носили Он раздражителен, ибо его бьет дрожь ужаса Он терзается, что не сумеет достойно повести себя в присутствии ее милости княгини Я не удивлен Так или иначе Орден Витис Винифера Высшая награда Тусента Требует соответствующего обрамления Нам будет дарован в высшем уровне И следует ожидать, что княгиня украсит им панцирь Замызганный кровью и грязью При дворе огромное значение придается форме Надо еще помнить, что мы здесь жить собираемся У нас здесь хантынка Кодиция, которая ценит видимость превыше всего Весь этот великосветский блеск и ложно понимаемая щедрость Этот твой философский тон Должно быть от того, что тебе не оплатили новый наряд Такой тон у меня появляется всегда, когда я размышляю А со мной это случается, представь себе, довольно часто Кроме того, новый костюм мне не нужен Поскольку на торжества я не собираюсь Это почему? Потому что в отличие от тебя не должен Пойду собирать вещи Как я понимаю, обогатив себя орденом и новыми наблюдениями Ты присоединишься ко мне? Ясен пень За последнее время я достаточно наслушался о щедрости и прочих добродетелях Мне они тоже не дают покоя Последний из добродетелей — сочувствие Единственный недостающий элемент Ты внезапно поверил в теорию пяти добродетелей? После всего, что мы узнали? Это не вопрос веры Суеверии или прочих народных преданий Тут дело в чистой логике Сиана все распланировала заранее Если бы мы ее не остановили, была бы и пятая жертва Чью смерть связали бы с недостатком сочувствия Я расспросил посланца, который вручал мне приглашение на церемонию Сиана во дворце, в уединении Под давлением дворян Нигиня заточила ее в башню Нигиня заточила ее в башню А ты не хочешь узнать, кто еще ей мешал? До начала торжества мы бы успели поговорить с тем сорванцом С чистильщиком Да Это он доставлял Детлофу письма с фамилиями Может, мы что-то просмотрели? Чистильщик ничего не говорил об этом, когда мы встречались Откуда ты знаешь, что письма доставлял он? Пока ты блистал в лучах славы, Винни Примерял новые наряды Я провел свое собственное расследование Ты бы остался мной доволен Для начала я приготовил запас полироля Для нашего молодого предпринимателя Я заметил, что в отношениях уличных торговцев Принцип взаимности ценится выше всех других правил И ни одно доброе дело не остается без вознаграждения Разумеется, то же самое касается злых и вредных поступков Как это связано с письмами? Когда чистильщик явился ко мне за бочонком Он намекнул, что знает кое-что еще Как выяснилось, при нашей прошлой беседе Мы задали ему не все возможные вопросы Достаточно было слегка потянуть его язык И он все рассказал Он признался, что доставлял Детлофу письма Он знал, что это важные для меня сведения И передал их мне из благодарности Мне так жалко, что я не записала бой мой Но возможно я его запишу, когда еще раз буду перепроходить Когда пойду за лучшими доспехами Собственно, почему нет Сходим вместе Если, конечно, тут уже все закончено С моей стороны, да Теперь все зависит от того Сможете ли вы достойно представить Мое произведение на торжествах И не уничтожите ли вы его до того Шляясь по всяким подозрительным местам Тканые сапоги Опять милости просим Сам я за свободу слова Так что любыми сведениями охотно поделюсь А чтобы вам и обувку не вычистить по случаю Может и правда стоило бы почистить Геральт, они же... У тебя же вязаные ботиночки Посмотри, что там чистить Обувь, зеркало души Отличный слоган Какой ужас Ну ладно, возможно, он просто грязь очищает Я надеюсь, и не будет их мазать ваксой черной Как идут дела? Да хорошо, не жалуюсь А было бы еще лучше, если бы некоторые не только болтали Но и обувку бы чистили Приходили чаще и давали больше денег Геральт идет этот тиал цвет Бирюзовый Ты носил письма мужчине в сертуке Помнишь такого? Ну конечно, я молодой На память не жалуюсь, но... Если ты хотел сказать, что эти сведения не бесплатные, ничего не выйдет У тебя же в прошлый раз откинули огромную монетку Откуда ты эти письма брал? Нищие приносили Почему ты этого при прошлом разговоре не рассказал? Так вы же про нищих и не спрашивали? Конечно Слушай, эти нищие, ты о них что-нибудь знаешь? Сколько их было? Ну, четверо, каждый принес по письму Только четверо? Пятого точно не было? Считать-то я умею Хм Сильно помог Я сейчас потеряю терпение Напряги память Откуда у этих нищих были письма? Они их брали откуда-то? Не знаю я Приходили, отдавали мне письма и уходили Я ни о чем их не спрашиваю Штанишки обтянули Позволь мне задать вопрос Послушай, я с радостью приготовлю для тебя еще банку полироля Но ты соберись и ответь как можно точнее Ты знаешь, где их искать? Ну, в ночлежке, наверное Где это? Так это каждый знает Тут недалеко Вот по этой лестнице, а потом направо Как их вычислить? По запаху вина, который каплю на конвертик? Придется нам поискать эту ночлежку Ладно, идем искать ночлежку Это тоже из ночлежки Убирайся отсюда с этим своим приютом, ясно? Это порядочный район Мы тут грязи, вони не желаем Господа, к чему эти нет? Все ротки Тут, кажется, что-то происходит Как обычно Тебе тут чего? Поговорить хотела Поговорить не получится Мы вот тут уж пробовали, только нихера не доходит Сейчас будем иначе разъяснять Господа Спокойней Или ты сам берешься отсюда Я без мячей, кажется, да? Или мы тебе поможем Кончилось наше терпение Не будет тут никакой ночлежки Пшли в ван Тут порядочные люди живут Я так понимаю Вам мешает ночлежка? Это почему же? Гляди, Балар Еще один защитник бедноты нашелся Мешает Тут наши бабы и ребятишки живут А рядом с такой голодьбой Нормальные люди даже пройти боятся Порядочные люди? Это вы, значит? А что? Есть сомнения? Есть Пять на нем в кулаках с ними биться, что ли? Она, сука Средь бела дня Оскорбляет Отойдем-ка в сторону, добрый человек Мой друг сам справится с этой Жаркой дискуссией Ой, опять морды бить Двоим сразу, черт Ай Ай Ты, блин Ведьма Хрен Ты морзовый А не ведьма Добро Намек понял Валим отсюда Хрен Сердечно Благодарю вас за помощь Я пытался их уризонить Но опасаюсь, что если б не вы Быть бы мне битым Я бы не летелся, но их двое было Они меня сбили с Пантелеку Чего они от тебя хотели Это соседи Они хотят, чтобы я перенес ночлежку В другое место Им не нравится, что я помогаю нищим Я бы и не возражал ее перенести Но мне некуда А вы ко мне по какому-то делу Чем я могу вам помочь? Винокорню свою, винодельню не предложу Что это за место? Богодельня? Можно и так сказать Они здесь могут отдохнуть Съесть что-нибудь горячее Зачем ты им помогаешь? Людям помогает Тот тратит время зря Хорошими делами прославиться нельзя Послушай, мы ищем человека У которого было задание Для чистильщика обуви на Рюде-Горле Для чистильщика? Я его знаю Славный мальчик Кто из твоих подопечных Недавно с ним встречался? Или собирается встретиться? К сожалению, ничего не могу сказать Но вы подождите немного Скоро все начнут подходить за едой Сами с ними и поговорите Думаешь, здесь соберутся все нищие? Их никто не заставляет Но редко кто может найти пищу где-то еще Так что обычно ко мне собираются Со всех окрестностей Мы подождем Спасибо за предложение Дорогие мои Прежде чем я подам вам суп Два этих господина хотят задать вам вопрос Прошу вас Сосредоточьтесь И отвечайте осмысленно и коротко Иначе ваш суп остынет А вы бы этого не хотели, правда? Прямо шантаж супом Одна из вас в последнее время доставляли чистильщику запечатанные письма Все глаза прям потупили Вы знаете, что это за дело? Если так, то скажите Ромен? Что я буду вперед лезть? Сказано было никому про письма не рассказывать Но мне-то ты рассказать можешь? У тебя было письмо И ты его отдал, да? Хорошо, Ромен Благодарю Кто еще? И у меня тоже был Я его отдал чистильщику И у новенького Но его нет, он не скажет Новенький А у меня до сих пор письмо Я его отдам только через два дня после святого Варнавы Ну, отлично Давай письмо Давай Это дело государственной важности Я с тобой цацкаться не стану Но я его должен отдать собственные руки Никому не показывать Так сказала та госпожа Грозная была Лучше всего помогать тем Кто справедлив и честен Эти люди очень помогли не только мне Но и вам всем Если кто-то вам угрожал Вы не обязаны держать данное слово Ладно Тогда держи Самому тащиться не придется Там вечно такая грязь Потому что кто-то постоянно там льет воду Интересно Кто же пятая жертва Геральт, ну скажи их, давай, не томи Зараза Что? Действительно пятая фамилия? Сам посмотри А мне показать Ну и ну Скажу тебе Даже я такого не ожидал В этот раз ты займешься кругом Похоже на то, что мы недооценили Сиану Судя по всему Дэтлов должен был буквально вырвать ей сердце Но сперва сверни ей шею Увлекательно Теперь головоломка сложилась? Боюсь, это больше не увлекательная головоломка Но чрезвычайно важное дело У нас есть доказательства, что в Тусенте готовился переворот Княгиня была последней целью Дэтлафа Сиана это спланировала с самого начала Определенно Все логично, Геральт Сперва четыре вроде бы случайных трупа Достаточно, чтобы люди заговорили о бестии Мстителя Сиана отомстила Не привлекая к себе никаких подозрений А последней должна была стать Княгиня Если бы ей удалось довести план до конца Никто бы не усомнился в том Что она Генриет опала жертвой собственных проступков Весь Баклер знал, что Княгиня не слишком сострадательна Этим бы ее смерть объяснили Зачем бы себя не убивать сестру? Из жажды власти? Из зависти? Из врожденной склонности к злу? Да, да, и еще раз да Все три объяснения годятся И не исключают друг друга Впрочем, если тебе интересно, можешь сам ее спросить Я бы хотел узнать о ее мотивах И это весьма похвально Иногда полезно взглянуть в лицо злу Сказал высший вампир Ну, прям оттюж, злу Она использовала моего друга как машину для убийства Это дает мне право ее осуждать И в конце концов пришлось ее убить из-за этого Согласно некоторым философам Истину можно узнать лишь эмпирическим путем Ты говоришь, Княгиня держит Сиану под замком? Говоря не настаивали на более суровой каре Думаю, что Анна Генриетта хотела в той же степени защитить свою сестру от самосуда Что и своих подданных от преступницы В любом случае, она сидит в закрытом крыле дворца и ждет официального процесса Мне придется как-то обойти стражников, чтобы до нее добраться Ты со мной? Нет Встретимся на Мерлашес После всего, что здесь устроил Дэтлов и его помощники Мне бы не хотелось показываться во дворце Кроме того, обществу сестры и досточтимой княгини Я предпочитаю простой отвар из Мандрагоры То есть, проще говоря, ты собрался нажраться в одиночестве, потому что ненавидишься Анну? Не люблю столько категоричных утверждений Но признаюсь, в ее присутствии я бы за себя не ручался Она жестоко обошлась с Дэтлофом и стала причиной его смерти А теперь еще и это Нет, Геральт, я подожду на кладбище Так, нам нужно что-то за здоровье Дай наполнить церемонию Медитация, медитировать Медитация, 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 медитация